Так, товарищи, у нас присутствует 22 члена партии. Из них двоих вижу рабочих. Товарищ Широв и товарищ Корпаков. Еще есть рабочие? Нету. Значит, к ним надо добавить одного нерабочего. Предлагаю кандидатуру товарища Кучука. Есть против? Возражений нет. Значит, в таком составе начнем собрание. Предлагаю прогрессовать за третье собрание. Кто? За? Против? Есть? Нету. Единогласно. Значит, дальше. Нам надо избрать президиум. Предлагаю в президиум. Председателем собрания товарища Бобинова, секретарем товарища Попова. Олега. Олега. Ваш, Олег? Да, конечно. Так, давайте, проходите в президиум. Так, Олег, вот пацана. Два стуга есть. Два стуга есть. Два стуга есть. Сейчас тебе ручку. Вот это не хорошо. Дегтяревок надо добавить еще. Ну, для того. Дегтяревок надо добавить за повеску. А, повеску. А что, как-то с тобой без повески. Повески-то всякие два смогут создания провести. Без повески-то. Так, повеска собрания. Прием в партию докладывает Герасимов. Второе. О партийной дисциплине докладывает Войтюк. Третье. Обострение политической ситуации в стране и нашей задачи. Это стоп. Это что-то идет, а? Рука. Прошлое. Прошлое. Вот, давайте. Так, вам. И вот секретарем. Итак, повеска собрания на 25-е, 08-е, 2018-го года. Первое. Прием в партию докладывает Герасимов. Второе. Рассмотрение персональных дел в отношении носительной антипартийной линии. Третье. О партийной дисциплине докладчик Войтюк. Четвертое. Итоги августовской конференции докладчик Дегтярев-Герасимов. Пятое. О поощрение работников канала фонда работников. Рабочей академии докладчик Герасимов. Шестое. Работа в горе-электротрансе и пассажиротрансе докладчик Герасимов. Значит, вы должны... Есть какие-нибудь дополнения к повеске? Есть. Еще о восстановлении дома-музея Ульяновых-Илизаровых. Докладчик товарища Мордовина. Добавить стандартный наш пункт. Седьмое. О восстановлении дома Илизаровых-Илизаровых-Илизаровых. Кто за данную повестку? Прошу повысить. Есть предложение о второй и третий пункт применять местами. Значит. Поскольку там третий пункт у меня очень длинный. Значит, товарищ, я предлагаю второй пункт. Почему, так сказать, потому что, возможно, там будет принято решение об исключении товарищей из партии. И после этого лучше, так сказать, это дело обрубить. Они, так сказать, получат версию, где будет до третьего пункта включение. По второй пункту включите. Обоснованно. Обоснованно. Возражение есть? Без изменений. Голосуем за повестку. Кто за данную повестку? Против. Воздержался. Ну, естественно, заполнение. Итак, первый пункт. Прием в партию докладчик Герасимов. Предлагаю выступление по 7 минут. Значит, прошу по 10, по второму. 10 минут. Второй будет большой, да? Ну, там надо... Персонарик делать нашим. Тут не просто персонарик делать, надо объяснить некоторые моменты функционирования партии здесь, чтобы не было вопросов товарища. Итак, основные выступления по 7 минут, по второму 10 минут. На прения по 2 минуты. 3. 3 минуты. Еще раз. На основные 7. На, по второму пункту 10, на прения по 3 минуты. Прошу голосовать за данное предложение. Вы сдержались против единогласного. Итак, первый прием в партию докладчик Герасимов. Время доклада 7 минут. Ну, это без учета всей минуты, я, конечно, не увожусь. Это без учета засчитывания многочисленных документов выступающих. Открытое и закрытое у нас собрание? Закрытое. У нас, ну, мы, товарищи, попросили... Пол закрыт. Значит, товарищи, открыт. Традиционно у нас имеется нулевой пункт. Это получение паркбилетов товарищам, вступившим на прошлом собрании. Значит, товарищ Васьковский Александр Евгеньевич. У вас уже такая книжка... Так, такая книжка у вас уже есть. Будет еще надо подарить, вот так, а это вот такой много нету. Так, и паркбилет вам поздравляю с Бородином. Так, и Павлович Мавлев, Тимофей Александрович. Так, то же самое. Мюшки у вас пока нету. Мюшки и билеты. Вот, спасибо. Подносом там вы уже что-то, Владимир Михайловичу, перечислили. Да, там взносы. Запомните там, и я потом вам больше беру. Так, значит, это что касается товарищей, вступивших в прошлый раз. Значит, как всегда, у нас тут две... Два потока. Поток рассмотренных на комитете. И поток, которые вплоть до вчерашнего вечера поступали. На комитете у нас, к сожалению, сейчас с большим связиным обрывом. У нас на комитете всех не получается предварительно рассмотреть. Но я буду говорить, кто так сказать. На комитете, кто не на комитете. Кто против, воздержавшиеся, принят единогласно. Еще папочка есть? Да, папка есть. Списать шилдера. Это у нас вопрос один. Бодоколит. Он сейчас так пойдет. Видишь, так. С этого вопроса надо сделать предварительно. Вот это... Они закончились. Так, сейчас тут. Евгения Александровна считалась. Ко второму вопросу. Кто-нибудь считал? Вы наименуете? У меня подсчиталось, если я не сбился, 21 человек. Да, два человека, это ленинградцы, которые должны были прийти, это самое, и не перешли. А вот этот кто? Это вот товарищ Порошенко, он обещал дойти. Кстати, он в 20 часа обещал дойти, но уже без четверти три его нет. Так что мы его отрожим на следующий раз. Давайте пять минут. Ну, давайте пять минут. Поступило предложение, перерыв пять минут. Кто за? Перерыв пять минут без опоздания. Пункт рассмотрения персональных дел в отношении носителя антипартийной линии. Докладчик Герасимов, десять минут. Значит, я позволю себе начать с того, как вообще устроена партия, в чем ее отличие от армии, производства и так далее. Основным руководителем партии является начальник, сидящий наверху. Основное руководство партии – это съезд. Съезд принимает самое значительное решение, требующее выполнения. Далее, имеется по регионам, это собрание первичных партийных организаций. Так как съезд созвать трудно, съезд выбирает центральный комитет партии. Этот центральный комитет также является решающим органом в перерыве между съездами. Но центральный комитет, скажем, не может принять решение об исключении какого-либо члена партии из рядов партии. Он может принимать решение про организационное устроение партии, еще церковь от решений. И он эти решения принимает. Значит, далее. Имеются еще такие руководящие органы, как органы. Ну, руководящие, я бы не сказал, что это руководящие, в том смысле этого слова. Они руководить не могут. Это оргбюро и комитеты парт-организаций местных. Не оргбюро и комитеты парт-организаций, это вообще говоря не руководители там, а там люди наиболее, так сказать, активные, которые собираются чаще, чем съезд и собрания, и которые решают и что-то предлагают этим собранием. Вот, скажем, на последнем заседании оргбюро, оргбюро ведь не исключило товарища Айдунбекова из рядов партии, оно что сделало? Оно рекомендовало парт-организаций нашей прогрессовать за исключение Айдунбекова из РПР. То же самое, наш комитет, он не составляет повестку дня собрания, он составляет проект повестки дня собрания и предлагает его собранию для утверждения. То есть это предварительная такая вот организационная работа. А вот центральный комитет, центральный комитет, в отличие от этих органов, он является решающим, то есть он уполномочен принимать решения. Уполномочен принимать решения между съездами, потому что как-то проконтактировать с членом Центрального комитета и решение сформировать, конечно же, это реально, в отличие от созыва съезда. Значит, что у нас, какова история вопроса. Значит, на съезде, так было высказано пожелание со стороны Михаила Васильевича, ну и еще, может, кого-нибудь на съезде прозвучало пожелание, чтобы Эндийское отделение Ленинградской организации РПР выделить самостоятельную организацию. На пленуме комитета, состоявшемся при съезде, этот вопрос не рассматривался. Что было потом? Орбюро ЦК в рабочем порядке приняло данное решение и доверило его до партии. Была образована Эндийская парт-организация Рабочей партии России. Значит, был ко мне туда запрос на высылку бронков партбилетов. Я выслал бронки партбилетов в количестве десяти штук. Ну и товарищи Энгельсы, получив эти бронки, не нашли ничего лучшего, как тут же принять партию Бегизова и Айдунбекова. Не принять. Кандидат ему, кандидат. Ну, принять. А то вы так говорите, слово кандидат. А товарищ гражданин Айдунбеков тут же понесся с выпиской из решения собрания и, возможно, там сканом партбилета и так далее в администрацию ВКонтакте, чтобы сохранить за собой группу, которую он прихватизировал после того, как его вытурили из партии. Вот. А слово кандидат это вы употребляете. Это так для отвода гражданин рассказывают. Вот. Чтоб всю глубину показать их. Ну, да. Причем в известность об этом они партию не поставили. И узнали мы об этом только тогда, когда скрывать это уже было невозможно в связи с тем, что эти документы Айдунбекова они там всплыли. Ну и, короче, уже узнали мы об этом только в августе. Хотя это было, как я понял, в конце июня. Вот такие вот вещи. Кроме того, значит, причем если принятие Айдунбекова еще как-то можно понять территориально, то принятие в партию Бегизова его вообще никак понять невозможно, потому что Бегизов, он находится в Санкт-Петербурге, он в Энгест не переехал. И, в общем-то, право принимать территориально в своей беды обрадает только лишь Ленинградская организация в силу своей специфики, что она собирает всех тех, кто у кого в городе и в месте проживания нету нашей организации. Вот. Кроме того, совершенно верно заметил товарищ Мордовин, был введен энгельскими гражданами статус кандидата члена партии. Причем я бы не сказал, что это условия приема, конечно. Это не изменение условий приема. Это введение нового статуса, статуса кандидата, который в уставе не определен и уставом никак не поддерживается. Введение кандидатского, это непонятно что с точки зрения устава. Таким образом, по признакам формальным, это введение статуса кандидатского и принятие граждан, проводящих однозначную четкую антипартийную линию, Центральный комитет был дистанционно прогрессоват, вынес такое решение. Решение Центрального комитета Рабочей партии России от 8.08.2018 о принуждении энгельской организации к чему-то там. В связи с грубым нарушением, энгельской организации и устава РПР для поддержки исключенных из партии антипартийных элементов, лишить энгельскую организацию прав первичный. Членов ее поставить на учет в Ленинградскую организацию. Протокол по принятию данного лишения. Значит, и далее грасовали. Членов ЦК, членов ЦК Рабочих, 13 человек. 11 прогрессовали за. Один воздержался Пухаев Тимур Мирабович, который, кстати, где-то как-то идет по пути. По крайней мере, по взносам у него тут серьезная задолженность. И товарищ Горохов. Вопросы будут потом. И Горохов Константин Дмитриевич из энгельской организации, он голосовал против. Членов ЦК Рабочих, в числе 9 человек, единогласных прогрессовали за. Таким образом, в грасовании методом опроса приняли участие 21 членов ЦК из 22, из них 12 рабочих. Да, товарища Калюта не удалось дозвониться. Я вам не 11, а 10 прогрессовали за. На Калюту не связались. Горохов Константин Дмитриевич из членов ЦК прогрессовали за. 20 прогрессовали за. Один прогрессовал против, один воздержался. Поскольку в грасовании приняло участие большинство членов ЦК, рабочие составили большинство грасовавших, то в соответствии с пунктом 15 Устава Рабочей партии России решение считается принятым. Значит, я еще раз повторяю, что решение о выделении энгельской организации принимала Организационная комиссия ЦК. Решение о ликвидации энгельской организации принимал Центральный комитет в ЦЕРО. Таким образом, это решение более правомощно, чем решение Организационной комиссии ЦК, и перебивает его. По данному решению, энгельские наши члены пока еще партии, они не только не раскаялись, но они повели, так сказать, обострили свою борьбу, и жестко выступая в поддержку антипартийной линии Айденбергова и Бегизова, ЦЕРО цепляется за всякого рода квази-юридические, скажем так, нормы, и пытаются свою организацию сохранить, ну и имея в виду, конечно, неуязвимость как свою, так и Бегизова с Айденберговым от партии. Значит, здесь необходимо дать следующее пояснение, что программа партии, она, как скажем, у Конституции, любой закон не может растарковать каждую конкретную ситуацию. И поэтому торкователем устава и программы является Центральный комитет. Скажем, в программе сказано, что там о организации, потому что там, где набралось трое и более рабочих, организуются свои организации и так далее. Значит, этот пункт, естественно, не следует ни в коей мере торковать там, так, что как только собралось в какой-то местности, в каком-то субъекте федерации трое рабочих, так там автоматически организуется именно организация рабочей партии России. Это, конечно же, не так, а если бы это было бы так, то нашу партию было бы очень легко запрокинуть. Потому что, учитывая нашу численность нынешнюю, собрать где-то там пару десятков человек, из них десяток рабочих, и организовать организацию, это у нас такое может начаться, что мама не говорит. Мы вот сейчас товарищей принимаем рабочим в том числе, мы не в состоянии четко определить, кто из какими целями к нам вступает. И таким образом к нам вступают, а потом там начнется полный разгрот. Конечно же, организации могут быть созданы только с ведомой организационной комиссии Центрального комитета. И, конечно же, Центральный комитет имеет полное право в любой момент прекратить деятельность организации. Я бы даже сказал, что организационная комиссия ЦК. Но ЦК это, конечно, более весомо. Тем более в неочередных съездах здесь надо равное вышибать равным. Энгельская организация была создана по решению Оргомиссии ЦК, а упразднена она была по решению ЦК, то есть более парномочным органам. И в связи с этим, уже после ликвидации Энгельской организации, в связи не только с непрекращающимися, но уже сточившимися действиями Энгельских людей, Энгельсовцев, у нас появилась выписка из протокола заседания Комитета Ленинградской организации Рабочей партии России о возбудении и персональных дел в отношении носителей антипартийной линии. Значит, слушали сообщения Герасимова, вопросы задались по ликвидации французцев и суперя. Тоже, говорят, товарищи, постановили признать несовместимость с пребыванием в партии и поддержку антипартийных элементов. Просить контрольную комиссию возбудить в отношении членов Ленинградской организации РПР, Кривыхва, Гороховой КВ, Горохова КД, Пономарёва, Юха, Рикувалин, персональные дела и поставить их в известность, о праве представить письменное объяснение в срок до 25 августа 2018 года, рекомендовать очередному собранию ЛОРПР исключить перечисленных членов ЛОРПР из партии. Извините, можно еще раз, что это вы зачитали? Это выписка из протокола заседания Комитета Ленинградской организации Рабочей партии России. По партии она была распространена. Кстати, это сам, по крайней мере, Анна Петровна Трофимова, она прислала ответы, там разъяснили некоторые моменты, тоже, так сказать, мы с ней обсудили это дело, то есть это самое до членов партии должно было дойти. Вот. Ну и в связи с этим, значит, мы с Павлом Борисовичем Войтюком, поседателем контрольной комиссии нашей, обсудили вопрос, никаких объяснений не поступило в данный срок. Значит, в партийной рассылке товарищ Горохова уже высказывала мысль, что работать можно и в качестве сочувствующего. Но я думаю, что в качестве сочувствующих в парней можно и газеты высадать, и так далее. Вот. Но, конечно, надо, значит, во-первых, и здесь исключить перечисленных членов ЛОРПР из партии. И, так же, что касается Бегизова и Дунбекова, еще там один товарищ был принят на том собрании в партию, то их как членов партии, естественно, не рассматривать, ибо кандидатский статус у нас в партии не определен. И потому, так сказать, читать это собрание, решение о приеме английской организации неправомочным, и тех граждан, как членов партии, естественно, не рассматривать. Так, теперь вопросы. Какие там, товарищ Горохов, Горохова? Да не вопросы. Не, ну это тут. На, 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 на. Так, вопросы. Так, выступления. Нет, вопросы, подождите, вопросы, значит. В чем суть, то есть, в чем у нас суть антиопатии недели? Значит, это, я и сейчас пытался написать на неделе, но в связи с теми списковыми делами не успев. Значит, риски, коротко, то у товарища Бегизова, в общем-то, были проблемы, но это дело давнее. Окончательным пунктом послужило то, что он разместил пост ВКонтакте, где он написал, что ни национализация банков, ни выход из ВТО, ничего не даст, надо идти на подконку американцам, но даже как он там выразился, Путин должен лизнуть американский сапог, чтобы с нас сняли санкции, и все такое. Значит, в связи с этим, он, с ним долго возились, два месяца, ему предложили объясниться, все такое, он ничем от этой своей позиции не отрекся и был исключен. Значит, затем был исключен Айдунбеков, который выступил с его поддержкой. Айдунбеков, надо сказать, был владельцем партийной страницы ВКонтакте. Еще скажем, Айдунбеков был один раз исключен из партии за потери связи с партией, затем был принят в партию повторно, за рекомендации, кстати, ангельсовской организации. И потом, будучи владельцем ресурса, апеллятор Рабочей партии России ВКонтакте, начал выступать с оправданием позиции Бегизова и говорить, что это неправильное решение. Он не только победит, он выступал со своими самостоятельными материалами, которые, в общем-то, и в целом, сейчас эта страница, Рабочая партия России «Марсизм-Коммунизм» носит антипартийный характер. Значит, наши товарищи... Это же не антипартийный, антирабочий характер. Антирабочий, антикоммунистический характер. Значит, наши товарищи вели борьбу за то, чтобы передать эту страницу в партию назад, вернут ли с администрации ВКонтакте. Администрация ВКонтакте, в общем-то, к этому решению сохранялась. Мы туда документы посрали. Ну вот, после этого принятия, Айдунбеков, как я понял, сосканировал эту выписку из решения ингельской организации. Может, в Баркбилет свой сосканировал. И туда отнес. И после этого, конечно, в общем-то, стали очень туманные перспективы позитивного решения этого вопроса. То есть ингельсовцы здесь, в каком-то смысле, воткнули нож в спину партии, проведя вот эту операцию. Да. Еще хотела бы добавить, почему антипартийная позиция. Сейчас он как и конкретно занимает. Это же выступление. Нет, это выступление потом. Но все вопросы потом не ездили. Вступление, я просто про пояснение. Нет, ну пояснение все вопросы. Вступление это и есть выступление. Вопросы, пожалуйста, пояснение. Вопросы Герасимову. Да, Дмитрий Батякович. Были ли обращения в контрольную комиссию Ноградской организации, были ли в центральную? В контрольную комиссию по поводу решения комитета. Значит, представитель СНК. Так, пожалуйста. От лица центральной контрольной комиссии. Вкройте еще. Значит, как такового обращение это понимается так, чтобы с подписями членов партийной организации, такого обращения не было. На ресурсе, да, было обращение, я прочитал, после вышел из отпуска, прочитал. Значит, было обращение к членам вообще нашей партийной организации, в том числе к членам центральной контрольной комиссии. Центральная контрольная комиссия – это не такой пожарный орган, который реагирует на любые обращения без подписи. То есть, непосредственно центральную контрольную комиссию обращений от членов партийной организации Ноградской не было. А реагировать на то, что происходит, и какие-то дискуссии происходят, центральная контрольная комиссия не обязана. Непосредственно обращения не было. Хотя, мы тоже как бы отреагировали. У нас есть проект решения, но мы еще не обсудили центральную контрольную комиссию с 10-летним периодом, не до всех можно дозвониться. Мы отреагировали, возможно, если будет конкретное обращение центральной контрольной комиссии. Мы готовы к этому. Спасибо большое. Легразовый, Легатар. Так, еще вопросы? В реальскую организацию не поступало. Еще вопросы есть? Есть вопросы, да. Валерий Михайлович, там с объяснениями, с ихними, что мы их попросили объясниться, они прислали ответы. Нет, они ничего не присылали. Антипартийные люди, они продолжают. Ну, то есть, там... Ну, мало ли. Нет. Не уходят от разговора. А с каким-то из них был контакт? Значит, контакт у меня был с товарищем Гороховым. У меня стоят два контакта, я рассырат в партийной переписке. Ну, мы считали, но у других не было. У меня с Гороховым, я всегда считаю, были хорошие. Но они, в общем-то, мы не ссорились, как говорится, были хорошие отношения доверительные достаточно. В общем, какая-то муха, муха ЦЦ. Я вот не знаю, как тут... Аббай муха. А может, муха Аббай. Это численные все члены... Аббай. Это члены... Аббай. Да, это члены партии нашей. Нет, это все члены? Да, все. Других больше нет. Других нет. Да, все пять человек. Так, еще вопросы. Значит, ну, выступить есть жирающие? Есть. Что вы хотели сказать? Да, я хотел бы реванку делать насчет, почему они занимают антипартийную позицию. Сейчас можно видеть, что они конкретно уже на личности переходят на товарища Попова, даже на Герасимова и на Герасимовича. Ну, имеется в виду, они там, например, заявляют Попов занимать лже-марсистскую позицию. И дальше идут их ущербные пояснения, почему, на самом деле, они даже логически никак не могут обосновать себя. Ну, вот я могу сказать, у нас не все товарищи, может, видели партийные рассветки. Тут по поводу конференции... Сначала в Юр. Это самое. По поводу конференции, последней прошедшей, Сергей Викторович выражал уже выступление. Товарищ Бегизов там написал, бывший наш товарищ Бегизов там написал, что вот, так это покровительственно похвалил товарища Широва, значит, что вот у Широва выступление сильнее, чем у Казенова и Шабусова предшествующих. Но вот почему-то Александр Сергеевич Казенов мое выступление не допустил, а оно, как и гораздо сильнее, чем даже и у Широва, и у Казенова, и у Шабусова. Причем вместе взятых. Да, причем, наверное, даже и вместе взятых. Ну, это так сказать. Ну и что, значит, напоследок я хочу сказать, что Ленин, про аналогичную ситуацию, в работе что делать, писал, что, касаясь вот граждан всяких, которые заявляют о своей свободе критики, о свободе там писать все что угодно, он говорит, да, господа, вы свободные люди, вы можете писать и говорить все что угодно. Ну и мы свободные люди, мы объединились в партии, и мы имеем полную свободу освобождаться от тех, от кого считаем нужным. Ну и там известная фраза о том, что мы идем тесной кучкой по крутому обрывистому пути, крепко взявшись за руки, мы окружены со всех сторон врагами, нам почти непрерывно приходится идти под их огнем, и что мы не собираемся связывать себя со всякими переметными суммами. Поэтому, значит, я прошу прогрессовать здесь позитивно. А за что? За исключение то, что рекомендовать центральный комитет. Если бы у вас позитивчик. Значит... Центральный комитет. Вот он. До перерыва один, то не тратчик. Ну, можно считать, если перерыва другой. Да, совать как будет? Списком или индивидуально? Нет, индивидуально надо. Индивидуально надо? Ну как, если у кого-то есть сомнения, можно индивидуально. Напоминаю, комитет. Из протокола заседания комитета Ленинградской организации Рабочей партии России постановили признать несовместимость с пребыванием в партию, поддержку антипартийных элементов, просить контрольную комиссию возбудить в отношении членов Ленинградской организации РПР Кривых, Гороховой, Горохова КД, Пономарёвова и Ходякова ЛМ, персональные дела и поставить их в известность о праве предоставить письменное объяснение в срок до 25 августа 2018 года, рекомендовать очередному собранию ЛО РПР исключить перечисленных членов ЛО РПР из партии. На данный момент они не предоставили, как мы выяснили сейчас, никаких своих пояснений, поэтому остаётся только один пункт рекомендовать очередному собранию ЛО РПР исключить перечисленных членов ЛО РПР из партии. Ну и по порядку, то за то, что выяснили. А никаким образом были уведомлены члены ЛО РПР? Значит, было разосрано по партии. То есть неизвестно, получили они или нет? Нет, они подключены к почте и партийной перепиской пользуются. Нет, я по своей рассылке разосраб. Так они не так пользуются, они же не выпилены ещё из рассылки. У меня нет. И в этой обсуждалось это в этом. По срокам, соответственно, рассылка была, то есть принято это 14.08, сейчас 25-й, то есть прошло минимум 11 суток. И потом, простите, ещё так сказать, контрольная комиссия, как я понимаю, по возбуждению там с ними связывалась? Нет. Нет? Какого лишнего собрания не передавалась в контрольную комиссию? А, вот. Ну, объяснение. Вообще нет никаких объяснений. И они хоть должны были как-то там пошевелиться. Значит, они считают себя членами партии, они, значит, взносы упорно перечисляют, ещё взносы перечисляют как организация по половине. Это самая половина от дохода, не расшифровывая, кто сколько внёс, половину от дохода партии организации. Хотя цель излали. Да, излали. Ну, там это, по-моему, за прошлый месяц, когда они ещё типа считались энгельской организацией, поэтому половина. Там единственное нарушение в том, это, по-моему, вот Михаил Васильевич, да, согласился с этим в ответе. А претензия в том, что они в этот список тех, кто уплатил взносы, включили и трёх кандидатов, так называемых. Значит, товарищ, официально напоминаю, у нас никаких взносов нет. У нас с официальной точки зрения всё, что мы платим, это пожертвование Фонд Рабочей Академии. Наша партия не обладает расчётным счётом, и поэтому Фонд Рабочей Академии жертвовать имеют право все. Надо рассмотреть это как пожертвование Фонд Рабочей Академии. Фонд Рабочей Академии пожертвование не возвращает. Подождите, в общем, сухой остаток следствия. Сухой остаток следствия. Первый вопрос. Все они проходили учёбу в университете или нет? Проходили. Второй вопрос. Что Михаил Васильевич на эту тему сказал и думает? Ну, классично, нехорошо о них думают. Я не могу здесь повторять. Да, нет. Не цензурные выражения. Он поддерживает решение, он поддерживает рекомендацию Ленинградского комитета. Он был на комитете и не возражал. А, он был, кстати, на комитете, да. Он был. На прошлом деле в университете. Есть ли действительно сведения, что они получили? А как они? Они не ответили, что они получили? Нет, скорее, они получают всю почту, в которой мы находимся. То есть вся партейная почта. Дать ещё время? Не надо время. А это самое. Они всё читают. Да. Товарищи, хотел бы пару слов сказать. Также в переписке практически сразу же, как прочитал их первое заявление общее, да, вот эти введения кандидатов, кандидатских стажей и так далее, я сразу же написал в общей почте, что считаю необходимым исключить полностью всех членов этой бывшей организации. поскольку у меня в голове, допустим, не укладывается, что человек, который является членом партии, совершенно не следит за её жизнью, да, и, допустим, они все не могли бы знать о действиях Бегизова, допустим, или Айден Бехова и так далее. Потому что до сих пор, зайдя на страницу гражданина Бегизова, да, видно, что его огромная статья, где он расписывает всё своё отношение к членам партии, непосредственно по личностям проходится и так далее, по позиции партии к партии, да, то есть его отношение видно, соответственно, когда люди принимают такого человека в свои ряды, но это уже многое говорит об этих людях, это раз. Второе, после того, как было всем разоснуло решение ЦК, да, они же прислали ещё одно общее коллективное какое-то письмо, да, где все подписались, ну, а были перечислены, по крайней мере. Надо делать, что там подписей не было, да, но были все перечислены, наверное, что они согласны с этим, вот. Никаких других, ни на какой другой контакт никто из них не выходил, поэтому, по-моему, это явно свидетельство до их позиции чётко, и вот, которые они придерживаются до сих пор. Поэтому я считаю, что необходимо их не исключать одно отношение. Спасибо. Товарищ, я могу здесь добавить, что до недавнего времени, вообще, через почту мы общались только лишь с Виктором Александровичем Кривых. У него был вот этот адрес, ВКН, и только один этот адрес присутствовал во всех партийных рассылках. Сейчас в партийную рассылку также провошла Ксения Викторовна Горохова, но это вот двое, а остальные члены – это Хадякова, Горохов и Пономалёв. Пономалёва, кстати, вообще ни разу не видел и не слышал и, так сказать, насколько это реально, ну, наверное, реальный человек, конечно, но, тем не менее, он ни разу нигде не запечатлелся в партии. Вот. Их в рассылке просто нет, они связи не имеют. И, как сказал мне товарищ Горохов в телефонном разговоре, я его спрашиваю, вы в интернет-то выходите, вы там читаете, что там творится? Он говорит, выхожу через жену. Так что вот такая ситуация. Подождите, вот я немножко не понял. То есть только два человека имеют доступ к этой рассылке из пяти? Да, остальные не имеют. И там было всегда. Так было всегда? Ну, это там одна семья. Это семья. Пять человек? Кривых, Гороховы – это, ну, один там лишний у них. Ну, принятый. Там два поколения. Нет, нет, нет. У нас принятого никаких нету, кандидатов никаких нету. Нет, я имею ввиду. А, ну тогда да, там все это, собственно говоря, люди с одного, как говорится, дома. Из данных выступлений нужно кому-то пояснять или кто-то не понял об антипартийной деятельности данных людей? Да, пожалуйста. Там индивидуально со всеми связались или с кем-то все-таки не связались? Нет, я с Гороховым связался. То есть, ну, например, Горохова, она явно тоже настаивает на этой позиции. Ну, продолжает настаивать. А все остальные там как? А с остальным, с Пономаревым, у меня никакой связи нет. Связь была через них? Связь была через Кривых. Я к тому, что, как вот его исключать? Или, ну... А то так исключать. Или как принимаем? Мы его не видели, когда принимали, и не видим, когда исключаем кибер-воин. Ну, если вы хотите поддерживать связь с партией, у вас для этого есть возможность. Никто никому не воспрепятствовал никогда, члену партии, жить, так сказать, в общей партийной жизни. У нас официальная почта, у нас есть возможность там сейчас была группа, новая группа в контакте. То есть, пожалуйста, занимайся, пиши, обсуждай, принимай участие. Потому что они там через кого-то, ну, такая их неожиданная позиция. И по поводу сомневающихся, там два примера наших сомнений. Это был Бегизов, мы сомневались его все, исключать, оставить, исключать, оставить. Вот. И Айду Бегов, которого мы исключили, а потом приняли опять, это по поводу того, что вот мало ли вдруг они там что. Ну, надо прийти к такому выводу, что не вдруг, не мало ли, а надо принимать четко однозначное решение по этим товарищам. Нет. которые проявляют, подтверждают свою антирабочую антипартийную позицию. Причем у них позиция не такая, вот ля-ля ни рыба, ни мясо, и вот тут и этим и этим. У них позиция очень твердая и очень жесткая. Они требуют, чтобы Бегизов и Айду Беков были в партии, несмотря на их антипартийную линию. То есть, таким образом, они поддерживают антипартийную линию, однозначно выраженную Бегизовым и Айду Бековым. Безусловно, что они исключены Ленинградской партийной организацией. И они же участвовали в исключении. Причем Ленинградская партийная организация знает больше Бегизова, чем та, Энгельская партийная организация. Но это вообще. Все равно принимают. Да, пожалуйста. Я считаю, что люди, которые хотят работать на благо партии, обязаны следить за новостями и реагировать на выставленные претензии или объяснения. Объяснений не последовало. Поэтому я считаю, что будет самым правильным действительно поступить очень жестко и исключить все эти. То есть партии, которые не хотят идти на контакт с одной стороны, а с другой стороны ведут антипартийную деятельность. Все. Тоже по моему опыту такой случай исключительный сейчас у нас получается. Бывали случаи исключали людей, но там за потерю связи с партией. А тут вот когда исключали Александра Владимировича Бегизова, да, ведь сначала дискуссия была, потом вот та же Ксения Викторовна Горохова с Бегизовым переписывалась насчет того, что действительно ли это у него такая позиция. А он позицию озвучил такую, вполне такую политически оформленную. Я видел даже в тексте такие позиции, но не в программе рабочей партии России, а в программе партии Яблоко. Вот там то же самое. Там покаяться за Крым, покаяться за Донбасс, все извиниться, вернуть. Вот только единственное, у Бегизова в ходе вот этих обсуждений он просто заявил, что это его позиция, но все это во благо рабочего класса. И я, говорит, за советскую власть, за диктатуру пролетариата, ну вот таким путем. Ну это уже даже не научно, это просто какое-то предательство, как это можно назвать. Ну с этим вроде и решили, да. С товарищем Айдунбековым, как Иван Михайлович как-то сказал, он вреда не приносил, наверное, до тех пор, пока Бегизова не исключили. А потом, действительно, ну только гадости какие-то теперь пишут в интернете, тоже все понятно. И представители энгельской организации, бывшие они, все участвовали тоже в этом обсуждении, поддерживали исключения. Тут вдруг раз выясняется, что они, значит, ради того, чтобы их обратно вернуть, этих товарищей, они, значит, придумали там у себя кандидатский стаж, сразу же два кандидата внесли. И потом вот насчет того, что смотрят они новости, они прекрасно смотрят, они же написали, что Айдунбеков для них там какие-то аналитические обзоры готовят, с Бегизовым они, значит, по скайпу, кружок по капиталу. То есть, вполне тесная связь. Как там так получилось? Ну вот, с одной стороны, организация, там такая вот и семья единая, и какой-то там чувствуется вот какая-то, действительно, руководящая линия, неколебимая, да, твердая. И вот решили они так, соответственно. Ну, естественно, это антипартийная позиция, получается, да. Мы товарищей исключаем, понятно, за что. Причем у нас не такая партия, что тут какие-то корыстные цели можно преследовать, да, находясь в партии. Еще можно было бы объяснить. Нет, тут все тратят свое время, стараются на общее дело. И тут вот разводить такую вообще, я не знаю, как это назвать-то, антипартийщину. По-моему, смысла нет. И на фоне того, сколько сейчас народу в партию приходит, сколько вообще организационных усилий нужно сейчас все больше и больше прикладывать, тут вот эти разборки непонятные устраиваются. Зачем это надо? Не надо тут особо цепляться к юридическим положениям, тем более мы действительно общественное объединение, нет у нас там партийных каких-то именно формальных жестких ограничений. Если центральный комитет есть, теперь вот собрание. Я считаю, надо, конечно, это дело пресекать и очищаться, очищать ряды. Спасибо. Тогда предлагаю, чтобы голосовали рабочие, то есть не весь состав нашего собрания. Если возникнут какие-то голоса против будут, тогда так сказать. Мы обычно только рабочих, ну не только рабочих, а когда спорные вопросы, а так пускай, так сказать, проголосуют. Исключить за антипартийную деятельность. Кто за то, чтобы исключить за антипартийную деятельность кривых ВА? Кто за то, чтобы исключить за антипартийную деятельность Горохова КВ? Кто за то, чтобы исключить за антипартийную деятельность Горохова КВ? Против воздержавшиеся. Кто за то, чтобы исключить за антипартийную деятельность КВ? Кто за то, чтобы исключить за антипартийную деятельность КВ? Куркову ЛМ против воздержавшиеся единогласны. Так, этот вопрос закрыли. Приходим к следующему. Продолжение следует...